В последнее уже в третий раз свою работу начала Якутская киношкола. Этот проект запустили в 2014 году. Он направлен на подготовку будущих кадров киноиндустрии Якутии. В отличие от прошлых лет, в этом году проект связан с целевым набором по этому направлению. Подробнее в материале нашего корреспондента Юрия Осипова. В этом году в проекте принимает участие около 40 человек. Здесь собрались как школьники, мечтающие о кино, так и выпускники, претендующие на целевые места. Грубо говоря, я хочу стать актером. Мне как бы нравится смешать людей или давать такие эмоции, или самому чувствовать их. Также сюда пришли студенты, мечтающие продолжить обучение по этому направлению и уже работающие люди, решившие повысить свое мастерство. Чтобы научиться режиссуре, духовному понятию и вообще философскому представлению о фильмах и идеях. Я с детства мечтаю, даже планирую, интересуюсь кино с детства. И мне очень любопытно. Сегодня бурно развивающейся киноиндустрией Якутии требуется больше кадров для дальнейшего роста. Этот проект направлен именно на подготовку почвы для образования специалистов. Цель проекта – это, конечно же, популяризация нашего кино, привлечение молодых специалистов в наше кино и вообще работа над кадрами, будущими кадрами киноиндустрии Якутии. В планах у организаторов проекта за короткий срок научить участников о зампроизводстве кино. Там есть ребята и восьмой класс, девятый класс, десятый класс, которые вообще не знают, что такое кино, но просто видят кино, они любят кино и приходят увидеть, как это вообще происходит, весь процесс, кто работает, как это создают. Это такие краткосрочные курсы, после чего ребята уже уйдут с каким-то пониманием, как создаётся кино. Обучать ребят режиссуре приехал преподаватель Всероссийского государственного института кинематографии. Его задача – подготовить ребят к тому, что ожидает их при поступлении. Мне кажется сегодня, что режиссёр – это такая, в общем, свободная профессия, художник, который может делать всё, что угодно. Но там есть сложный язык режиссуры, как делать кино в одном случае, как делать его в другом. Каков язык режиссуры, скажем, в документальном кино и в игровом кино, чем отличается одно от другого. Что такое монтаж, какие есть возможности у мизан-сцены. То есть вот это вот самое главное, что я здесь и рассказываю ребятам. По окончании проекта планируется съёмка трёх короткометражных фильмов. Участники проекта сами должны будут написать сценарий, снять и сами же сниматься в них. Ребятам будет дан карт-бланш. Они сами решают, какие это будут фильмы и как будут сняты. В перспективе организаторы проекта хотят, чтобы детище участников показали в местных кинотеатрах. Юрий Осипов, Евгений Логинов, НВК Саха, Якутск.